Приветищи! Это Фаундер Фартунс. И у нас тут небольшие изменения. Дело в том, что пришлось начать сначала. Да. Игра обновилась, и предыдущие сохранения были неактуальны, их невозможно было загрузить. Вот, видишь, старые сейвы. Я их просто не могу загрузить. Кнопочка серенькая. И написано, что эти сейвы инвалиды и бла-бла-бла. И обновилась игрука, кстати, в лучшую сторону. Теперь мы можем заключить союз с тики-гоблинами. Хе, ты скажешь, да, ты хороший союзник. У тебя тут куча трупаков-тики-гоблинов валяется. Прикол весь в том, что сейчас я практически со всеми рассорился. Да, появилась в игре дипломатия. Я, в принципе, могу со всеми-тики-гоблинами передружиться. Отправив им какое-то сообщение или дать им какую-нибудь дань. Ну, там, например, яблочный пирог отправить в какой-нибудь колонии. И они начнут со мной дружить. А эти чуваки, знаешь, из-за чего валятся? Я им, короче, подношения не приношу. И вот они обижаются на меня, идут тут постепенно. Ну и, как ты понимаешь, огребают. Вот. Значит, поселение у нас новое. Мироныч и Верка у нас осталось. Светланка осталась. Но прибавился Санек! Санек у нас теперь есть. Саня у нас ксенофоб. Ксенофоб это когда не хочешь дружить с другими фракциями. В принципе, как и я. Я не хочу тоже дружить с другими фракциями. Также ты видишь, что у нас поселение разбито так как-то странно. Короче, у нас колония общажного типа. Здесь у нас блок для девочек. Здесь живут у нас только девочки. Здесь Верка и Светланка. Этот блок у нас для мальчиков. Как ты понимаешь, здесь у нас Мироныч и Санек живут. Тут у нас столовая. Сюда все ходят обедать. Тут у нас полянка для поседух. Тут у нас тренировочный лагерь. Вот это вот. Вот это вот полено с веником. Ну, а тут у нас мастерская. Это ты уже понял. Грядочки, помидорчики. Здесь скоро картошечку мы посадим, когда лето настанет. Ну, а здесь сигнальный огонь. В принципе, все. Мы уже пережили одну зиму. Грохнули дофигища тики-гоблинов. И вот наступила весна. Новая пора. И нам нужно, наконец-то, убрать вот эти халупы деревянные, знаешь, сарайчики. Построить нормальное жилище. И, наконец-то, разобраться с трупаками тики-гоблинов. Ну, потому что их что-то как-то очень много. Я думал, если честно, что они постепенно сами как-то уйдут. Но нет. Придется скопать могилки. Они только лежат и воняют. Воняют и лежат. Даже после смерти они достают меня. Значит, давай придумаем, где у нас будет кладбище. Кладбище надо поближе к тики-гоблинов поставить. Где у нас тут лагерь тики-гоблинов? Вот здесь бы. Я бы прямо у них в центре кладбище организовал. Но это опасно. Это опасно. Тогда сделаем кладбище... Хм... Здесь у нас яблони. О! Вот, маленький лагерь тики-гоблинов. Значит, давай кладбище будем делать здесь. Пусть они смотрят на своих собратьев. Вот так вот. Пять могилок. Я не знаю, может быть, побольше сделать. Саня, иди сюда и строй. Ах, да! Поскольку я начинал с самого начала, у нас не было ничего. Ты видишь, мне роначь хромает. Дело в том, что он сломал свою ногу об дерево. Ну, у него тогда топора не было. Он ногой пинал, 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 пинал. И, короче, долбанул себе ногу. Он, наверное, пол-лета провалялся на кровати, потому что не мог ходить. Нога у него еле-еле сросла, потому что нет у нас врачей. Шину никто не мог наложить. И, в общем, сросла она криво, и теперь он у нас хромой. А был нормальный пацан. Такие дела. Саня, красавчик, выкопал могилку. Сань, подожди, куда ты идешь? Давай таскать трупики. Вот этого похоронить. Мироныч, вот этого тоже похоронить. Светланка дрыхнет. Давай, просыпайся, иди храни. Верыч, Верыч, у нас хлопок собирает. Вот этого похорони. Мироныч с Саней притащили первые трупаки. Захоронили их. Так, Саня, Саня, не халтурь! Стой! Капец! Светка с Саней что-то профанились, не захоронили. Давайте хранить их. О, красавцы. Ага, вот и Верка подошла. И Мироныч последнего притащил. Место, кажется... Мироныч, да-да-да, красавчик. Что-то Верка побрезговала. Усо! Наконец-то мы убрали это вонище с деревни. Так, теперь давай пройдемся по профессии. Значит, Светланка у нас. Она у нас ученый. Точнее, она у нас ремесленник, но по совместительству ученый. Потому что ремесленник сейчас с малочью можно. Так что она совмещает. Санек у нас, значит, был изначально дровосеком. Но я его перенаправил и сделал шахтером. Так что он совмещает и дровосек, и шахтер. Йеп. Мирон. У нас дровосек полноценный. Верка, фермер. Кстати, ты посмотри, Санек уже может повышение заслужить. Давай. Повышаем его. Он у нас теперь шахтер второго уровня. Мироныч тоже повышение заслужил. Давай повысим его. Красавчик. Верка, тоже повышение в фермерстве. Молодец. Кстати, ты прикинь, теперь можно пол из соломы сделать. Я просто в шоке. Обычно соломенный пол, он там, в каких-нибудь конюшнях. Или в коровнике. Ну да ладно, это не важно. Но помимо пола, мы еще также научились делать стены из глины. По прочности она ничуть не уступает простой деревянной стенке. Просто выглядит посимпатичнее. Вот ты видишь, деревянную стенку и вот из глины. Появились оконные ставни. Давай попробуем их соорудить. Посмотрим, как они работают, их функционал. Так, можно их закрыть? Нет, они не закрываются. Если мы попросим кого-нибудь закрыть. Нет. Ставни просто для красоты. Ну, тогда, мне кажется, лучше сделать вот такие вот окна. С цветочками, да? Посимпотнее выглядит. Также у нас появились вот такие вот изгороди. Живые изгороди. Можно их вот тут поставить. Возле речушечки. Санек, 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 иди построй. Посмотреть хоть, как это дело выглядеть будет. Ну, что я могу сказать? Вроде бы симпотненько. Надо будет доделать вот эту дорожку. Полностью сделаю аллеи из таких вот живых изгородей. Будет красивенько, симпотненько. Ух ты, шьешь, матрешки. У нас тут насекомые бродят по помидоркам. Срочно, срочно устранить жуков. Давай воспользуемся нашей новой функцией. Дипломате. И спросим, когда же наш торговец прибудет. Связаться. Привет! Что привело вас к нам? Когда вы планируете приехать в следующий раз? Мы планируем посетить вашу деревню в период с четвертого до пяти дней. Это как? Сложно. Это слишком сложно. Загнул парень ты, загнул. Погоди, а сколько у нас сегодня? Что-то как-то я ошеломлен. Вот это ты сказал, с четвертого по пятый день. О, смотри, я его могу попросить приплыть прямо сейчас. Что он скажет? Извините, но мы не можем себе позволить приплыть к вам прямо сейчас. О, можно ли получить тогда у вас скидку? Извините, но мы с вами не настолько хорошо знакомы. Мы не можем позволить себе давать скидку каждому. Ну, господи, какой ты нудный. Хорошо, если я тебе предложу подарок. Вот это сюрприз. Что там? А нифига я тебе не дам. Я ему скажу, к сожалению, мы не можем себе это позволить. Ха, вот это прикол. А, смотри, мы можем потребовать от него дани. Эй, торгаш, а ну-ка не дань. Эм, серьезно? Чего мы можем у него попросить, слушай? Деревянная лейка. Дайте нам одну штуку. Вероятность того, что они примут дань, 8%. Пожалуйста, дайте нам эти предметы. Вы думаете, что можете просто так требовать от нас что-то? И вы не можете заставить нас подчиняться вашей деревне. Этот разговор окончен. Грань между дружбой и враждебностью у нас ушла в сторону враждебности. Короче, торгаши против нас плохо настроены. Вот, надо, когда он приплывет, его мочкануть. Они меня достали. Хе-хе-хе. Не-не-не, конечно, я не буду его мочить. Хотя я подумаю об этом. Капец! Ты посмотри, жуки захватили весь урожай помидора. О-о-о, вот это очень плохо. Очень плохо. А начиналось-то всего там, по-моему, с трех-четырех кустиков. Опа, щи, ты посмотрите, какие гоблины атакуют. Ну-ка. Двоечка, смотри, идет. Ладно. Кстати, в деревне больше вроде никого не осталось. Они вдвоем на нас прут. Надо будет на эту деревню потом напасть. Значит, смотри, что делаем. Саня, Мирон. Где вы? Мирон дрыхнет. Мироныч, просыпайся, иди сюда. Саня, хватит хавать, иди сюда. Объявляем боевой режим. Верка и Светка. Вы идете и нападаете на деревню. Вот сюда. Сломать. Надеюсь, они не встретятся. Стики гоблинами. Ребята, идите сюда. Вот они. Прут. Прут. Сейчас битва в лесу будет. Лесная битва. Ребята, нападайте на них. Мочите их. Хотя вот они все в четвером идут. Давайте. Сражайтесь. Файт. Ну, тут, конечно, вообще делать нефига. Мышцы их ушатаем. В четвером. Саня, конечно, достается очень много. Саня вообще всегда отхватывает, когда на нас нападают. Давайте, мочите их, мочите. Так, походу, у Сани кровотечение какое-то, да? Блин, кровотечение, точно. Саня, это очень плохо. Тебе надо срочно идти домой. Иди домой, поспи. Боевой режим отключаем. Иди спи до полного восстановления. Так-то так, Верка. Стой, 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 стой. Куда вы пошли? Нам надо разгромить деревню. Иди сюда. На одну деревню меньше будет. А где эта деревня? Я ее потерял. О, ты посмотри, тут один-то уже очнулся. У Светланки есть стирка. Так что... У нас какое-то оружие имеется. Давайте ломать их. Можем, кстати, сделать вот так вот. Светка у нас будет бегать. Тики-гоблин будет бегать за ней. И отхватывать от Верки. Давай-давай-давай-давай. Беги, Светланка. Наворачивай круги. А Светка пускай его долбит. Он переключился наверху. Светка, давай, долби его. Все, они ушатали этого тики-гоблина. Еее, красавцы. А теперь ломайте вот это поселение. Смотри-ка, у них там какой-то сундучок есть. А ну-ка идите ломайте сундучок. Что в нем? Прям любопытно посмотреть. Тики-сундук. В нем явно что-то есть. Они его сломали и там пусто. Ну как так-то вообще? Подождите, куда вы бежите? Не торопитесь. Надо доломать эту деревню. Так. Опа, сундук кто-то строит. Ребят, подождите, идите сюда. Еще одну лачуку сломайте, пожалуйста. Все, Светка пошла домой, потому что выносливость у нее на нуле. Верка почти тоже на нуле, но еще держится. Интересно, сможет ли она доломать эту лачугу в одиночку? Есть, красава. Все, лачуга сломана. Мы отсюда валим. Подожди, Верка, 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 подожди, подожди, иди сюда. Надо же его добить, а то он начнется и заново достроит все. Этому тики-гоблину хорошо. Его колбасе так знатненько зарылся в землю. По самую голову. Так, давай теперь посмотрим дипломатию. Угу, видишь, на одну деревню тики-гоблинов стало меньше. Отлично, жизнь прекрасна. Ты посмотри. Верка пошла собирать яблоки и сломала свою руку. Капец. Верка не может теперь работать. Поллет опять коту под хвост. Да шо ж вы такие у меня инвалиды-то, а? Наложить шину на руку мы не можем, потому что у нас нет врача. А врач может накладывать шину только на третьем уровне. Это просто капец. Мне срочно нужен врачеватель. Ну вот, минус один колонист у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!